И давайте займемся второй книжкой, которую я принес. И это новая книжка из реалии человечества. И опять-таки, значит, напишите, сколько вы хотите на листочке этой книжки, чтобы я знал, насколько ее меня прислали. Значит, чтобы эту книжку объяснить, я начну с такого момента, когда мне эту книжку пришлось писать рецензию, в своем уме, я же самому приходится писать рецензию на собственной книжке, правильно? А иначе все напишут неправильно. Я придумал такой замечательный термин, сионизм по Циолковскому. Циолковский, товарищ Циолковский, всем знаком, правда? Помните, отлично, я сейчас помню. Так, чем же товарищ Циолковский у нас знаменит? Он изобрел? Неправда, он изобрел многоступенчатую ракету. В чем суть многоступенчатой ракеты? Как я же понимаю, сегодня она меньше применяется. Сегодня у нас очень хорошее топливо. А в свое время было доказано, что полеты в космос невозможны, потому что ракета должна быть очень тяжелой, чтобы иметь внутри себя то большое количество топлива, которое нужно для ее поднятия. А чем она больше, тем она тяжелее, и поэтому нужно еще больше топлива. И поэтому ракета не может лететь. Это изобретательная обратная связь. И Циолковский придумал такую штуку. Трехступенчатая ракета. То есть сначала работает первая ступень. Она выводит ракету на некую высоту. Потом, когда в ней топливо кончается, эту первую ступеньку выкидывают. И, конечно, есть у них-то сентименты. И она такая большая и красивая. И не хочется выкидывать. Но она мешает лететь дальше. Сначала она помогала. Пока в ней было топливо, она ракету ее сгоняла. А теперь в ней топливо кончилось. Приходится ее выкинуть, включить вторую ступеньку. Вторая ступенька опять-таки несколько времени работает. Потом вторая ступенька кончается. В ней тоже топливо кончается. И вот тогда уже ее выкидывают. Ракета почти уже летит как нужно. И дальше же третья ступенька ее направляет, управляет ее и так далее. Вот это вот Циолковский. Теперь применим это к сионизму. Сионизм, то есть государство Израиль, вначале была некоторая первая ступенька в его развитии. Эта первая ступенька называлась «Нам нужно убежище. Нам нужна безопасность. И нам нужно стать, как все народы. Мы хотим тоже ничем и других не хуже. Почему у нас нет всего государства?» Эта первая ступенька превосходно работала. Она вывела Израиль в общем достаточную высоту. Но сегодня эта первая ступенька полностью недееспособна. Она нам только мешает. Потому что, например, на основании этой первой ступеньки можно объяснить, зачем нам нужен Тель-Авив. Но никак нельзя объяснить, зачем нам нужен Хеврон. С точки зрения первой ступеньки, Хеврон – вещь совершенно лишняя. И даже Иерусалим не совсем понятно, зачем нужен. Потому что, если вам нужна, ребята, убежище, и куда спрятаться, то в чем вам плохо в Терриве. С точки зрения убежища он не хуже. Поэтому приходит какой-нибудь новый избранный президент Америки, Франции или чего угодно в Израиль, приходит, а первый визит, у нас такой есть прямо дипломатический протокол, обязанный пойти в Яд-Вашем. У нас был даже скандал, когда турецкий премьер-министр отказался идти в Яд-Вашем. И сказал, что турец не принимал никакого участия в катастрофе. Ну, поэтому, что какой-нибудь там Папа Римский будет ходить, и как миленький, столько нужно, столько и будет ходить. Но турецкий премьер-министр сказал, что к нему это не относится. Тогда Израиль сказал, тогда мы не принимаем вас вообще. Он говорит, ну ладно, пять минут я посещу. Он говорит, что Израиль не пять минут, а три часа. И был просто действительно скандал. То есть, это такой серьезный скандал дипломатический. Сказал бы, зачем? Ну, понятно нам, зачем. Зачем мы вводим всех яовых людей в Яд-Вашем? Понятно. Мы говорим, смотрите, видите, была катастрофа. О, да, понятно, ужас, кошмар. Теперь вы понимаете, что нам нужна безопасность. Теперь понимаю. Все выяснили. Замечательно. Большое спасибо. И ради этого мы вас сюда вводили. Поэтому любой президент, хоть Обама, хоть кто угодно, знает, что Израилю нужна безопасность. Эту фразу говорят все и всегда. Поэтому вынимает записную книжечку и пишет. Израилю нужна безопасность. Написал, большое спасибо. Теперь он идет к арабам и говорит, говорите, товарищи арабы, какие у вас проблемы? Они говорят, у нас забрали землю, нам нужна земля. Он вынимает записную книжечку и пишет, арабам нужна земля. Потом он ее вынимает, читает. Евреям нужна безопасность, а арабам нужна земля. Ну хорошо, ребята, помиритесь, вы им отдайте землю, а они вам дадут безопасность, и все хорошо. И дальше начинается торговля. Сколько вы отдадите земли, какого уровня будет безопасность и так далее. То есть, все давление на Израиль организует сам Израиль. Обама может только усиливать это давление, он не может его создавать. Идея понятна, да? То есть, когда мы говорим, нам нужна безопасность, говорят, ну хорошо, а зачем вам нужен хеврон? Мы говорим, там у нас гробница про отцов. Ребята, вы что хотите, безопасность или гробницу про отцов? Безопасность. Ну что, тогда давайте арабам, и поговорим, что они вам дадут взамен. То есть, это дальше уже вопрос. Если они ничего не дадут, то начинается всякая тягомотина. Но суть переговоров – это территории в обмен на мир. В то время, как ни одна страна не ведет подобных переговоров. Понятно. Потому что, если мы говорим, территории в обмен на мир, то это говорит, это равно фразе, территории не наши. Были бы наши, не отдавали бы. Ни в обмен на мир, ни на что другое. Иными словами, вся логика безопасности – это логика сегодня для Израиля отрицательная. Поэтому нужно без всякого сожаления вытянуть первую ступеньку. Конечно, у нас есть, к подчинению к ней, как это называется, сентиментальность. Да. Она нас так хорошо поработала, и так это было важно. И иногда, когда у нас появляется Иран, можно снова об этом поговорить. Но по сути дела, она нам мешает. И поэтому сегодня у нас эскачегаривается, и идет активно вторая ступенька. Вторая ступенька звучит совершенно по-другому. Зачем нам нужно государство для того, чтобы было национальное возрождение на исторической родине? Окей, тогда все по-другому. Тогда нам нужен Хеврон, потому что это пещера про отцов. Нам нужен Иерусалим, потому что это столица Давида и все прочее. Зачем вам все это надо? Это наша историческая родина. Каждый народ, если отнять историческую часть родины и его историю, то он не сможет нормально функционировать. Поэтому это все жизненно, кровно, для нас важно. Окей, это совсем другое объяснение. Теперь, как только мы перейдем на это объяснение, все давление на Израиль прекратится. Причина очень простая. Представьте себе, что приходит у нас тот же самый президент чего-нибудь новоизбранный, и мы его ведем не только в Ядвашем, что тоже вполне надо, а также ведем его на храмовую гору и говорим, посмотрите, вот здесь сейчас стоит мечеть Амара, но здесь стоял храм Соломона. Помните такого? Он говорит, да-да-да, учил в школе. Ну, не в школе, а где-то читал. Вот, хорошо, замечательно, ведем его в Хеврон, и вот пещера Протцов, Аврам, Ицхак и Яков. Это самое древнее здание в мире, кстати, самое древнее здание в мире используется по назначению. Вообще самое древнее. То есть, есть здания древнее, но они не используются по назначению, как были построены. А здание пещеры Махпела вообще величайшая ценность. Правда, до сих пор не включено ЮНЕСКО, значит, в семейное историческое наследие. Такой прозитный факт, да? Вот, но, вот это, давайте, Аврам, Ицхак, Яков, история еврейская здесь происходила. И все, значит, все, что к этому относится. Евреи всегда жили в Хевроне. Все понятно, да, замечательно, понятно. Теперь идем в схем. Вот в схеме могилы Иосифа. Иосиф в Египте, Иосиф жена Патифара. Да, конечно. Помню, как сегодня. Недавно читал, да? Вот, теперь вы понимаете, почему это наша страна? А, да, теперь все понимаю. Никакого давления больше не будет. То есть, конечно, конечно, экстремисты арабы все равно будут требовать. Но они также требуют и Тель-Авив. Это им не помогает. Важно, что человек средний, как он это воспринимает. И если мы объясняем, что нам это наша страна и наша историческая ордина, то это совершенно другое объяснение, чем нам нужна безопасность. Понятно. Арабы это прекрасно чувствуют. Если мы займем другую позицию, мы выйдем в нынешний конфликт. То есть, главная проблема конфликта – это не сила и не оружие. Это собственная глава. Поскольку у нас неправильная установка в собственной главе, то мы и пройдем. Теперь, с точки зрения хода истории, весь конфликт дан нам только для того, чтобы оправить собственную голову. То есть, Бог ставит перед нами последовательные задачи. Сначала была задача более такая понятная – безопасность. Эта задача, в общем-то, мы ее себе осознали, эту задачу, в начале 20 века, в конце 19 века. То есть, Девятцель более-менее задачу осознал. После Второй мировой войны мы сразу поняли, что к чему, и, в общем, построили государство. Когда мы задачу выполнили, Бог нам дал следующую задачу. Да, кстати, то, что мы выполнили после войны. На самом деле, если бы мы бросились в 20-м году, когда был мандат английский, Лига наций, на создание государства, мы бросились бы миллионами создавать государство, то катастрофы бы не было. Поэтому катастрофа является одной из причин катастрофы, кроме там нацизма и всего прочего, то, что мы не подсуетились вовремя создать государство. Не задавайте вопрос лидерам, задавайте вопрос себе. То есть, что вы сегодня делаете для решения второй задачи? Нам трудно осознать, почему они не выполнили свою задачу в 20-е годы. Не выполнили, вот и получилось. Выполнили свои кровые. Поэтому надо понять, что стоит перед нами сегодня, и что мы должны сегодня делать. Смотрите, с нас просятся за сегодняшнюю задачу, не за ту. Теперь, значит, поэтому, как мы выполнили первую задачу, Бог кинул нам вторую задачку. То есть, дал нам небольшую переменку для 20-е, до 67-го года кинул следующую задачку. То есть, когда мы захватили Иудею и Самарию, то с ней справиться методом, нам нужна безопасность, невозможно. Нужно заменить мотор. То есть, нужно откинуть первую ступеньку и запустить вторую ступеньку ракеты. Это нам для этого упражнения, для этой задачки, нам дан нынешний консульт сарабами. Мы должны на основании этого конфликта зачку решить, продвинуться, что мы, конечно же, сделаем. Вопрос у нас, несомненно, что мы это сделаем. Вопрос только в том, сколько нам за это придется платить. То есть, вопрос только в цене, а не в самой задаче. Это понятно, да? Это понятно, кстати, да? А, некуда деться. Или ты ее решаешь, или ты погибаешь. В такой ситуации ничего не остается. Конечно, решат. Я сказал, заменить понимание смысла государства. Да. Да, конечно, это все вопрос только нашей головы. То есть, нужно правильно поменять наши религиозные и духовные, и политические установки на то, что это наша историческая Родина. Поэтому отдавать мы ее не можем. Поэтому мы должны всем объяснять, что это наша историческая Родина. Как мы это произойдем, мы выиграем. То есть, физически с поездорабами нет никакой проблемы. Вся проблема только психологическая. Это-то и реально. Вопрос, что были ли евреи готовы к этой вот второй задаче в 20-е годы, ну, конечно, нет. Даже не близко. Даже не близко. Я не хочу сказать, что в 20-е годы не было людей, которые бы говорили о втором этапе и даже о третьем этапе. Конечно, такие люди были не только в 20-е и в 10-е годы, и в начале 20-го века, и в 19-м веке такие люди были. Только они не могли получить большинство в народе. Народ был для этого не готов. Поэтому, когда мы говорим, народ не готов, то это не значит, что Жаботинский не понимал. Жаботинский понимал, только он не имел большинства в народе. И Бен-Гурион выиграл у Жаботинского не каким-то хитрым маневром, а по-настоящему народ стоял на стороне Бен-Гуриона, а не на стороне Жаботинского. И здесь ничего не поделаешь. Речь идет о еврейском народе, о том, что не только 5 человек должны это понимать, или 100 человек, а должны понимать весь народ. Ну, легко произвести такой простой вопрос. У нас в 1948 году были все-таки проведены выборы. На этих выборах, они были бы, выборы, кстати, приводились и в 30-е годы. Они были под мандатной полиции. Но в 1948 году были первые выборы уже такие, которые государственные. И уж заведомо у нас, может сказать, 6 пропаганда, но подтасовывать на выборах у нас не бывает. Ну, знаете, у вас тоже, у вас может быть пропаганда, промывание мозгов, но нельзя подтасовать просто результаты выбора в каком-то большом масштабе. Ну, 3-2-3 места можно, но это не 10-е. Можно записать личных избирателей, вот это. Но прямо подтасовать в бюллетене не работает. Теперь. И у нас тоже такого нет. Так вот в этом смысле линия Жаботинского получила 10%. А 90% получила линия Бен-Гуриона. Ну и все. То есть, иными словами, это означает, что народ не был готов. Поэтому есть... Ну, поэтому народ ошибся. Народ точно не ошибся, потому что он взял задачу только номер один. Но трудно было от него ждать, что он возьмет задачу номер два. Это было бы слишком. Поэтому народ взял задачу номер один. И ее сделал большое спасибо, что сделал. То есть, Бен-Гурион был гениальнейшим руководителем. Он, конечно, у него там были всякие свои, там, внутриполитическая борьба. Она есть у всех. Но в целом он был абсолютно гениальнейшим руководителем. Он добился потрясающих успехов. Ему просто огромнейшее спасибо. При всех его там каких-то внутренних войнах. Это десятое дело. Главное, что он сделал феноменальную работу, которую никто ко мне не сделал бы. Но дальше Бог нам кинул следующую задачу. И вот эту задачу новую никто к ней не был готов вообще. То есть, в 67-м году, после Вашедневной войны, в правительстве в Израиле было, ну, вообще в Найоде в основном даже, не только в правительстве, ну, кроме там партии Херут, или там, кроме Бен-Гурионовских, кроме Жаботинского людей, и все остальные, то есть 80% населения, были две точки зрения. Первая, отдать территорию арабам. Вторая, отдать территорию арабам в обмен на мирный договор. То есть, первая точка зрения, была готова отдать без всякого договора, лишь бы мы не были оккупантами. Знаете, поэтому это все было такое состояние народа всего 40 лет назад. За это время состояние народа поменялось кардинально. Теперь, в 47-м году, у нас абсолютное большинство было за то, чтобы территорию отдавать. Теперь, и оказалось, на следующий день, после Средневной войны, что есть только одна группа, одна, которая заявила, что ничего отдавать не нужно, наоборот, нужно все заселять, и нужно строить новые поселения, и нужно продвигаться дальше. И это была вот такая школа учеников Рава Кука, да, вот это, собственно. Рава Кука уже умер в 35-м году, это его сын и Авса Иуда. В 67-м году, когда все сказали, это нужно обменять на мир, сказал, никакой обмен на мир, все наше, все заселяем. И началось поселенческое движение, которое шло против воли государства. То есть государство совершенно этого не хотело. Государство строило всякие препятствия поселенческому движению не сегодня, а всегда. И тем не менее, сегодня поселенцы – это 300 тысяч человек. То есть, скажем, вот, например, там, изгнание из газы, это очень неприятно, это очень плохо, но это 10 тысяч человек, а всего поселенцев 300 тысяч человек. То есть, это потеря одной тридцатой. Это, конечно, проигранное сражение, но это отнюдь не проигранная война. Понятна эта вещь, да? Теперь. Еще меньше. Население еврейской Синаи было еще меньше. Тем более, что там вообще изгнание было на самом деле только в Ямике. Серьезный был вопрос. Все остальные, то есть, даже никакого разговора не было, все ушли сразу немедленно. Теперь дело в том, что все-таки Синай не является исторической частью страны Израиля. Это огромная разница. Так вот, когда у нас эта группа вышла, и это и был религиозный сианизм, школа Рава Кука, то она переделала всю страну. То есть, у нас сегодня 50 на 50 точно соотношение среди евреев, правых и левых, а, скорее всего, правых даже больше, 50 на 50 у нас в стране вместе с арабами, 20 процентов левых. Вот. Но, скажем, при этом из Гушкатифа был очень тяжелый вещь, очень неприятный, но, тем не менее, на этом народ чему-то научился. Потому что, когда вышли из Гушкатифа, сначала говорили, все будет хорошо, а потом полетели, а теперь он сдает. Это неприятно, зато народ чему-то научился. Народ учится только на собственном опыте. Никакая пропаганда, такая простая, никакое промывание мозгов не работает, когда народ ударяется в голову об стенку. Поэтому, когда Рабин подписал договор в 1993 году, договор Восло, Рабин подписал договор Восло, тут же 75% народа сказали, что они его поддерживают. А через 3 месяца начались взрывы автобусов. И тут же 75% народа переметнулся на противоположную сторону. То есть, иными словами, когда народ ударяется головой об стенку, из глаз сыпятся искры, зато на этом мы что-то понимаем. Поэтому весь вопрос у нас только в одном, в цене. То есть, насколько быстро мы будем понимать. Поэтому, чем быстрее мы понимаем, тем меньше мы за это заплатим. Вещь очень существенная, конечно, потому что плата это жизни, это не только деньги, но, к сожалению, без реального столкновения с действительностью лекции не помогают. Понятна связь, да? Поэтому у меня нет сомнений, что мы справимся с этой задачей. Вопрос в том, сколько за это заплатить. Это не надо заплатить сразу. Это вот, чем быстрее мы соображаем, тем быстрее мы понимаем. Поэтому, например, договор Восло был очень неприятной вещью, зато он научил всех, что в ней сарабами невозможно. Приход Хамаса в Газе после знания евреев из Лушкатифа был неприятной вещью, но это очень хорошо. Это необходимо, чтобы нам было понятно, что иначе невозможно. То есть, нет другого способа научить народ, кроме как вдается головой ов стенку. Это называется диалог Бога с еврейским народом. Вы говорите о народе в Израиле? Я говорю о еврейском народе в целом. Конечно, наиболее динамичная и развивающая часть еврейского народа это еврейский народ в Израиле. Но остальная часть еврейского народа и его жизненность зависит напрямую от степени подключения к Израилю. То есть, те евреи, которые активно подключаются к Израилю, которые об этом думают, которые за это переживают, которые участвуют в поддержке Израиля, те и выживут как евреи. То есть, если у нас, скажем, 150 лет назад, скажем, 150 лет, ну, даже 100 лет назад, пожалуй, хотя уже были неизлигиозные евреи многие, основным понятием еврейства, то есть, точнее так, основной силой, диктующей еврейскую самоидентификацию, была религия, а после катастрофы, основной силой, диктующей еврейскую самоидентификацию, была катастрофа, то сегодня, фактически, на это время, вместо вышло государство Израиля. То есть, на сегодня, в еврейском народе в целом, основной момент самоидентификации, это Израиль. Это понятно, потому что это и есть живое место, где еврейский народ живет, развивается и продвигается. Все это рассказывать, я бы вам не стал и одетого приезжать. Потому что, в общем, это не все, что сильно-то идеально, но это, в общем, довольно понятно. А главное для нас вопрос сегодня, то есть, вопрос перехода от первой степени ко второй, это реал политик. Бибер прекрасно понимает, и, в общем, все это понимают, а просто в том, сколько сил потребуется для перехода. Он реал политик, поэтому он не может декларировать вторую ступеньку. Он декларирует первую. Но, по сути, конечно, он понимает. Теперь. Но, нам, наша задача сегодня, это нарисовать третью ступеньку. То есть, понять, что мы будем делать дальше, после того, как вторая ступенька кончится. Потому что вторую ступеньку, мы в ней участвуем по мере сил. То есть, входим в демонстрации, где-то высказываемся, печатаем статьи, и так дальше, и там, какие-то, делаем, какую-то объяснительную компанию. Но, в общем-то, это уже огромнейшая машина, которая движется. А вот третья ступенька сегодня только-только формируется. Но осознать третью ступеньку чрезвычайно важно. Потому что, если мы остаемся только на второй, то мы не видим перспективы. И наша энергия второй ступеньки гораздо меньше, когда она без третьей. Так как первая. Когда была первая ступенька в разгаре, была масса людей, которые видели вторую. Поскольку они видели вторую, то их первая ступенька была гораздо сильнее. И так же сейчас. Если мы видим третью ступеньку, то вторая гораздо понятнее. Теперь, вот эта вот книжка из реалии человечества посвящена вся разработке третьей ступеньки. То есть, это разработка, что мы собираемся делать дальше. Какая наша программа, перспективная программа развития государства Израиль и иудаизма. Теперь, всем ли понятно, что развитие государства Израиля и развитие иудаизма это одно и то же? Хорошо, что такое религия по своей сути? Суть религии в чем состоит? Монотеизма. Суть религии состоит в том, что человек ощущает свою жизнь как диалог с Богом. Теперь, в рамках этого диалога с Богом человек считает, что ему поручены определенные вещи, он их реализует, поэтому есть какие-то обязанности, есть какие-то права, есть какой-то месседж и так далее, и так далее. Но суть это ощущение жизни как диалог с Богом. Отлично, отлично. Теперь, вместе с созданием Израиля и даже точнее с началом сионистского движения иудаизм круто поменялся. Кроме диалога с Богом индивидуального возник диалог с Богом общенациональный. Поменялся принципиально, кардинально. А именно, иудаизм вернулся в библейскую перспективу. Он находился, иудаизм диаспоры, голодный иудаизм, находится в коммундической перспективе. Иудаизм с цены Израиля находится в библейской перспективе. Эти две книги совершенно разные. Библия, то есть еврейская Библия, Танах, занимается историей народа. Главное, что происходит, это народ ведет себя так или иначе, правильно или неправильно, соблюдает заповеди или нарушает их, и соответственно Бог реагирует. Весь подход Танаха это подход, в котором главное занимает общий национальный диалог. Индивидуальный там тоже есть, конечно, разумеется, без индивидуального не может быть, но тем не менее, главный ствол это общий национальный диалог. еврейский народ выходит из Египта, а не отдельный еврей. Еврейский народ выходит, чтобы, что-то наверняка, чтобы получить страну Израиля и жить как народ на этой стране, что Бог был значит, Богом, ну, что Всевышний был Богом еврейскому народу. Это и является задачей. То есть, народ рождается из Египта, приходит, женится на стране Израиля. В отличие от других народов, в которых родина мать, у еврейского народа родина жена. Ну, еврейский народ, в отличие от других народов, не родился в собственной стране. Другие народы рождаются в собственной стране. Вот Америка является матью американского народа. Или там, Германия является матью немецкого народа. Вот в ней формировался. Вся его история связана с осознанием жизненного пути в этой стране. Она сделала его народом, страна. Поэтому это его мать. Поэтому родина мать зовет, да, и, значит, Фатерленд и все это прочее. Теперь, у евреев совершенно иначе. Когда евреи спускаются в Египет, то это очевидно зачатие. Дальше еврейский народ умножается, увеличивается, это очевидно беременность. Дальше наступают схватки, это казни египетские. Дальше воды отходят, еврейский народ уходит. Поэтому матерью еврейского народа является Египет, а нестая она Израиля. Дальше он идет учиться, как ребенок идет учиться, то есть на Гуру Синай получать Тару. А потом он идет жениться на Стоянии Израиля. Но поскольку он по молодости жениться боится, то его отправляют на дополнительную учебу 39 лет в пустыне. Потом он приходит, после того, как он женится на Стоянии Израиля, кого он собирается рожать в этом браке? Ответ Машеха. Машеха это и есть ребенок от брака еврейского народа из Стоянии Израиля. Поэтому в Танахе все отношения народа из Стоянии выражены в терминах интимных отношений. Народ женится на Стоянии. Глагол прямо тот же самый употребляется. Теперь в связи с этим поэтому главным является у нас созданием Израиля, то есть вместе с браком еврейского народа из Стоянии Израиля рождается снова общенациональный диалог. Из-за того, что появляется общенациональный диалог, меняется перспектива иудаизма. Все, что было раньше, все остается, никуда не девается, все есть на месте. но появляется новое измерение, которого не было. И в этом новом измерении нужны совершенно новые разработки. У нас очень много замечательных разработок, как, например, там, скажем, исправлять свои те или иные психологические качества. И это очень важно. Но у нас мало разработок, как исправлять те или иные проблемы психологического качества народа. А это возникает немедленно. Потому что все, что у нас есть, все неудачи израиля, связаны только с одним. Еврейский народ недостаточно понимает. то есть государство как государство у нас супер отличное. Государство, что такое государство? То есть правильно ли работает армия? Да, очень правильно. Правильно, там, бывают ошибки, бывают неправильности, но в целом очень хорошо. Правильно ли работает там полиция, здравоохранение? Все работает отлично. А все неправильности, что не туда направляют, армию или здравоохранение? То есть все проблемы это проблемы головы, а не тела. Если, например, человек, допустим, какой-то умеет бегать хорошо, значит, тело хорошо работает. Но если он бежит не туда, то это его голова направила тело не туда. А вот если, например, он не может бежать, задыхается, значит, тело плохо работает. Тогда голова хоть и хочет туда бежать, куда надо, а не может. Это и есть. В Израиле тело, то есть государство, работает прекрасно. Проблема вся в голове, которая не туда направляет. Понятно? Это разница. Поэтому у нас главное в Израиле, что такое государство Израиль? Это исправление еврейского народа на опыте реальной жизни со страной Израиля. То есть в реальном браке. Не в теоретическом, а в реальном. Поэтому теоретически очень многие пишут руководство по семейной жизни. А когда практически доходит дело, то руководство не всегда работает. Поэтому теоретически очень легко государству Израиль давать советы по его семейной жизни со страной Израиля. Но когда доходит до реальности, то не всегда все так получается. Понятно? Поэтому я скажу, ну чего же там Израиль делает не то? Потому что в семейной жизни, и вот, чего же он так не может вообще с женой договориться? Остается гораздо сложнее, чем кажется теоретически. Понятно? Возвращаясь. К нашим баранам. Поэтому, когда мы говорим о том, что Израиль развивается, сталкиваясь с трудностями, то это то же самое, что человеку даются испытания, чтобы он их преодолев продвинулся. Точно так же народу даются испытания в виде проблем государства, чтобы преодолев их, он продвинулся. Теперь, продвижение человека в его испытаниях это и есть главный религиозный процесс. Главный религиозный процесс состоит не в том, только что человек соблюдает шаббат или кошелт, а в том, что он преодолевает те сложности, которые у него есть, ощущая свою жизнь как диалог с Богом, ощущая эти сложности как проблемы, которые посылают, как задачки, которые ему ставят, чтобы он продвинулся, и, соответственно, воспитывая себя и духовно продвигаясь при решении этих задач. Продвижение человека в решении тех проблем, которые перед ним стоят. Но точно так же для народа духовным продвижением и главным содержанием религии является преодоление тех проблем, которые перед народом стоят. Вот, например, сегодняшняя проблема, я вот этого начал, перехода от идеи государства-убежища к идее государства национального возрождения, это, в общем, совершенно религиозная вещь. Это задача, которая поставлена перед народом для его поднятия, чтобы он не осознавал, что страна Израиля дана ему в качестве убежища, а осознал, что страна Израиля дана ему для того, чтобы он, значит, национально возродился. Секунду, одну секунду, одну секунду. Это то же самое примерно, как вначале человек думает, что жена дана ему просто для удовольствия, а дальше он понимает, что это, в общем, совсем не так, а жена помогает ему духовно продвинуться. Но это только вторая стадия, потому что дальше начинается третья стадия. Потому что когда человек считает, что жена должна ему духовно продвинуться, все-таки он и осматривает жену, как инструмент. А по-настоящему, он и осматривает жену, как диалог. То есть, жена дана, чтобы вместе исправлять мир и продвигать мир. Это не то же самое, что жена мне дана, чтобы я улучшил свои психологические качества. Понятно, да? Первая стадия, это вообще, мне нужна жена физически, то есть, или для жена кубежище, или жена для физического обеспечения. Вторая стадия, мне нужна страна для национального возрождения, а жена нужна, чтобы жизнь была интересной и духовно насыщенной. Или там психологически насыщенной. А вот третья стадия, что жена мне нужна для того, чтобы мы вместе как-то строили наш синтез, потому что на самом деле построение семьи, это третий уровень по отношению не только к тому, что мне нужно от жизни удовольствие, но также и тому, что мне нужно от жизни духовно развиваться с помощью жены. Потому что на самом деле настоящее действительно отношение, это построение некого нового уровня, которое строится вместе с мужем и женой, потому что никто из них его построить не может в одиночку. Понятно. И поэтому дальше мы должны спросить, что является третьим уровнем взаимоотношений народа и страны. Это сейчас я отказ буду отвечать. Так, все ли было понятно? Переходим к вопросу о том, что будет третьей ступенькой сионизма. Третья ступенька ракеты, да? Сионизма. То есть, иными словами, зачем же нам нужно государство Израиль не в сейчасней перспективе национального возрождения, а в дальнейшем? Ответ, конечно, однозначный. Израиль нужен, чтобы быть духовным светочем человечества. То есть, мы претендуем на то, что мы светоч народов мира, что Израиль – это духовный центр Вселенной, и что именно оттуда будет приходить человечество, божественный свет. Разумеется, поставить такую задачу на уровне политики совершенно невозможно. Никто этого не поймет. Теперь, даже поставить такую задачу на уровне духа все равно это совсем еще не все понимают. Поэтому эта задача – это третья ступенька. Сейчас ее рано, конечно, и раскручивать. Но ее нужно начинать формировать, осознавать, потому что ее свет проникает к нам на вторую ступеньку, дает нам другое освещение той второй ступеньки, внутри которой мы находимся. Перейти в третью ступеньку мы не можем, но свет из нее, освещая вторую ступеньку, меняет нашу картину. Хорошо. Давайте тогда позвольте другой стороны. Мы начали обсуждать, я начал с того, что народ Израиля, женившись на Эра Цесраэль, на стороне Израиля, собирается езжать Пашеха. Что это означает? Это означает, что Божественный Свет распространяется для человечества из Сиона. Что нам и прямо написано в Танахе. «Ибо из Сиона будет исходить Тара, и Слово Бога из Иерусалима». Помните такой стих? Не помните? Читали псалмы слишком давно, я вижу. Когда в последний раз кричали псалмы? Давно. Да, так вот, когда говорится в Танахе, что Божественный Свет исходит из Исиона выйдет Тара, и Слово Бога из Иерусалима, и Сиона, то есть из Иерусалима, да, это одно и то же, то всегда, когда из А, то это значит не Б. То есть, если говорится, что из Сиона будет исходить Тара, то значит не из чего-то другого. Так вот, не из чего. Что могло бы быть, из чего могла бы исходить Тара, но не исходит. Понятно, да? Если Тара, то есть учение для мира, исходит из Иерусалима, то она бы означает, что она вообще-то, если сказано, да, означает, что могло бы быть из чего-то другого, но не исходит. И здесь понятно, очевидно. Очевидно, что она не исходит из Синая. То есть, когда Тара дается на Синая, то никто, кроме евреев, не может ее взять. Поэтому Бог на Синая предлагал Тару всем народам, когда давал Тару евреям. Никто не захотел брать, только евреи согласились. Но когда евреи взяли эту Тару, пошли в страну Израиля, построили государство, был Давид, потом был Соломон, и постепенно Тара обросла книжками и стал из нее Танах, то потом, через некоторое время, оказалось, что все народы с огромным удовольствием взяли. И поэтому сегодня мы заходим в любую церковь, и там лежит Священное Писание. Открываем. Ба, так это на штанах. То есть, вдруг оказывается, что они с огромным удовольствием ту самую нашу Тару, которую они не хотели брать на Синая, прекрасно взяли и положили в основу своего представления святости. Почему же они не хотели на Синая это брать? Ответ такой. Когда Тара дается на Синая, она дается слишком небесная. С неба Тару забирают только евреи. А вот зато распространять мы можем только уже из земли, из страны. Значит, на еврике страна и земля это одно и то же. Эрес и Сиэль это страна, Израиль и земля, Израиль, это вообще земля. То есть, на Синая, когда мы получали Тару, это была небесная Тара. Наш народ обладает этим важным свойством. Мы умеем брать Тару с неба. Но распространять ее нужно с земли. Поэтому мы ее перерабатываем, дорабатываем разными разработками, чтобы она стала второй земли и дальше ее распространяем. И дальше все прекрасно берут. Понятно, да, идея? Теперь. Поэтому Машех это еврейский царь. Почему? Одновременно свет народов мира. Потому что, что такое еврейский царь? Это руководитель еврейского государства. А что такое государство? Это форма брака между народом и страной. Поэтому, когда у нас есть еврейский царь, то есть, правильное еврейское государство, то божественный свет распространяется человечеству. Поэтому еврейский народ, когда женится на стране Израиля, рожает Машеха. Понятно, да? А вот Машех это обязательное лицо еврейской национальности? Ответ такой. Само понятие Машех родилось внутри еврейской национальности. Поэтому ничего не поделаешь, поэтому ничего не поделаешь, лицо у него еврейской национальности. Следует, следует. Да. Прос. Хорошо ли, я просто интерпретирую так, хорошо ли, что в церквях мира читают на штанах? Правильно я поняла ваш вопрос? Законно ли это, нормально ли это, хорошо ли это? Нет, вам это вопрос и будет. Понял. Или мы чего-то не понимаем, и они его еще на самом деле не получили. Все понятно, все понятно. Так, ответ такой. Какое правильное отношение иудаизма к христианству? Ответ. Отношение иудаизма к христианству следующее. Христианство это наше дочернее предприятие, которое призвано распространить некоторые начальные представления о иудаизме среди человечества. оно на эту работу взято. Оно эту работу делает. Большое спасибо, большая золотая медаль. То есть, нам совершенно необходимо, чтобы божественный свет распространялся. Не то, что даже нам необходимо, Всевышнему необходимо. Всевышний вообще нас создал так, чтобы мы распространяли божественный свет. Существует определенная специфика и методика распространения света. Если вы хотите такую аналогию, то мы являемся отделом Research and Development божественной фирмы по распространению человечества божественного света. А христиане являются отделом маркетинга. Конечно, с нашей точки зрения, как и Research and Development, у них все ужасно примитивно. Потому что на наш высоколобый Research and Development подход, у них там все слишком просто. Но таков маркетинг. Иначе не получается. Какая линия к евреям ближе, христианство или ислам? Ответ однозначный. Конечно, христианство. Конечно. Мне всегда так считалось. Это неправда. Всеми считалось. Теперь, почему однозначный? И меймонидом считалось, которое пишет, что ислам это не иглопоклонство, а христианство. Меймонид считает, что иглопоклонство, а другие хоть не считают так. И даже меймонид считал, что христианство ближе. Причина в следующем. Христиане признают Танах. Поэтому, с точки зрения отношений с иврейством, христиане это перевод иудаизма. А мусульмане не признают Танах. Мусульмане считают, что мы текст исказили. Поэтому ислам это пересказ Танаха. А христианство это перевод Танаха. И это несравненно ближе. То, что мусульмане делают обрезание или не едят свинину, не имеет никакой такой духовной ценности по сравнению с принянием Танаха. Это огромнейшая вещь. Именно это создает и удел христианскую цивилизацию. Общая база в виде Танаха. И это огромнейшая вещь. Поэтому нужно сказать большое спасибо. Теперь, другой вопрос. Что атеизм это часто бывает форма постхристианства, когда христианские ценности признаются, но не признается христианская религия. Оттуда, на самом деле, может быть еще ближе дорога к иудаизму. Но, в принципе, конечно, христианство более правильно. Теперь, когда я сказал, что я сказал про христианство, это абсолютно стандартная точка зрения. Ее пишет Маймонит черным по белому. Что я спасибо? Замечательно. Это очень хорошо. Христианство нам чрезвычайно помогает. Другой вопрос. У нас было в истории взаимная война и все на свете. Ну, было, что же, что же поделаешь. То есть, дальше нужно смотреть, куда это дальше продвигается, как это дальше правильно поставить взаимоотношения иудаизма и христианства. Не то, что это наше дочерение предприятия, никаких вопросов нет. Это однозначно. Всем желающие могут взять мою книжку «2000 лет вместе», которая посещена отношениями иудаизма и христианства, где все это подробно и отжевано. Да, «2000 лет вместе» у меня есть такая книжка «О цене иудаизма и христианства». Не Солженицына. Это 200 лет вместе. Я не Солженицын, sorry. Я объясняю, у Солженицына, почему у него 200 лет вместе? Потому что у него история отношения русских и евреев. А у нас история отношения иудаизма и христианства. Это 2000. Конечно. Да, теперь, да, теперь. Иными словами, все эти христиологические доказательства... Полные. Просто вы идете стандартно, смотрите. По-английски об этом миллион литературы. По-русски тоже есть. То есть это все просто не стоит выгибнуть в яйца. Конечно, я верю в тонах, но не в Новый Завет, естественно. Я тоже верю в тонах. Ну, прекрасно, да. Все это, кстати, пример самых, что ни на есть, примитивных грамматических ошибок. Примитивных, что самое смешное. То есть, действительно, те, кто христиане изучают иврит как бы по христианским источникам, они просто неверно знают иврит. У меня в книжке подробно описано с примерами, почему Алма – это не девушка, а именно женщина. Девушка называется Бетулана иврите. А Алма – это то, что называется по-русски, если точное слово, перевод Алма – это молодка. То есть молодая женщина, как молодец, да? Молодец – это молодой человек, молотка – это молодая женщина. То есть, иными словами, это все женского пола молодого возраста. Ничего не говорит к ее сексуальному опыту. Если она девственница, называется Бетула. И это для девственницы. Девчиков септуагинки просто сделал неточный перевод, который потом перешел в девственницу. Вот и все. Поэтому все эти христианские доказательства, они все базируются на греческом, а не на иврике. Теперь, значит, самый главный вопрос у нас это понимание третьего этапа. То есть нам нужно научиться видеть, как у нас будет третий этап развития государства Израиль и иудаизма. Теперь понятно, почему это одно и то же. Это одно и то же потому, что сутью религии является диалог с Богом. Диалог бывает индивидуальный и общенациональный. Общенациональный диалог это и есть развитие государства Израиль. Тем самым развитие государства Израиль развивает иудаизм кардинальным образом. Понятно. Окей. Теперь. Вот это вот развитие иудаизма, которое будет ввиду развития государства Израиль, нам нужно видеть его перспективу. Здесь есть много вопросов. Самый главный вопрос, как мы должны развивать иудаизм в каком направлении, чтобы правильно двигать государство Израиль. Второй этап развития государства Израиль был целиком и полностью двинут иудаизмом. То есть переход Израиля с государства убежища на государство национального возрождения был создан поселенческим движением. Если бы не поселенческое движение, этого сдвига в мозгах бы не произошло. Поселенческое движение было целиком и полностью основывалось на религиозном подходе. Весь этот религиозный подход разработал Иавхук. То есть вот это все, Иавхук это есть разработка того подхода, следствием которого было то, что его ученики пошли строить поселение, а вовсе не стали делать территории в обмен на мир. И поэтому от того, как у нас устроен иудаизм, кровно зависит развитие их государства и наша роль в человечестве. Итак, займемся на одно слово, какая должна быть наша еврейская роль в человечестве. Роль евреев в человечестве очень понятна, она очень проста. Мы являемся светочем народов мира. Это у нас Исаия напрямую. Еврейский народ это народ завета, светоч народов мира. И поэтому наша задача светить миру. Светить миру по-настоящему серьезно мы можем только из страны Израиля. Во всем остальном мире мы можем выживать, мы можем сохраняться, мы можем продвигаться, мы можем развиваться. Но по-настоящему религиозно изменять мир мы делаем это из Израиля. Поэтому если, возможно, осмотрим интеграл еврейского влияния на человечество, то, конечно, то, что мы сделали из страны Израиля, то есть Танах, несравненно больше, чем все остальное. Маймонит это замечательно, Рабы Леа Удесты это замечательно, это все очень хорошо, Виленский Гаон это все очень нужно, Хасидизм это все очень ценно, но все-таки сравнить с Танахом невозможно. Понятно. В размерах Танаха это маленький кусочек, очень важный, очень существенный, очень нам близкий и нам помогающий. Но все-таки Танаха это нечто запредельное по влиянию на человечество. Когда вот миллионы людей, неевреев, считают своим священным текстом еврейскую книгу, где на каждой странице одни евреи, то это на самом деле феноменально. Теперь, и если мы вернулись в наш отдел Research and Development, то значит мы собираемся создавать следующий продукт. То есть мы собираемся сказать человечеству нечто новенькое. Это главнейший вопрос. Что же именно мы собираемся человечеству заявить? То есть отношения иудаизма и христианства в этом плане развивались следующим образом. Сначала христианство считало, что оно пришло вместо иудаизма. Даже на сегодня есть такие, кто так считает, отдельные. В целом после Второй мировой войны и создания Израиля христианство поменялось. Некоторые еще раньше поменялись, протестанты, некоторые. Но в основном изменение произошло после Второй мировой войны, и католики это сделали. А именно они сказали, что христианство это дополнение к иудаизму. То есть не вместо иудаизма, а дополнение к иудаизму. А именно, что иудаизм продолжает быть спасительной религией для евреев, но для остального человечества нужно христианство. И это, конечно, огромное духовное продвижение для христианства. Вначале оно пыталось евреев обратить в христианство. Сегодня нормальные христиане уже не пытаются этого делать. Они прекрасно понимают, что иудаизм это вещь, имеющая свою силу, которой они не должны пытаться распространиться. Поэтому сегодня, конечно, нормальные христиане не пытаются вере обратить в христианство. Это уже такой чистый примитив христианства. Нормальные христиане, католики в частности, Икан Павел II уже, и большинство протестантов понимают, что христианство пришло дополнить иудаизм. Но нашей точки зрения ответ еще более крутой. Что христианство это просто первая часть распространения иудаизма человечеству, а дальше должна быть вторая стадия. То есть мы вернулись, чтобы на самом деле продолжать что-то человечеству возвещать новое. И огромная часть христианства это просто кожей чувствует. Например, евангелисты, они не просто поддерживают Израиль. Они говорят, поддержка Израиля это просто кровное христианское дело. То есть они отождествляют Израиля и Иисуса. И это на самом-то деле в некотором смысле правильно. Я сейчас не буду углубляться во все детали. То, что, например, там, но все представления христиана об Иисусе на самом деле просто переносятся на еврейский народ в целом. Это длительный процесс, он не происходит сразу. Для этого надо христианам многое осознать. Но прежде всего мы должны сами осознать, в чем наш дальнейший месседж. То есть как они поменяются, это вопрос второй. Это я тоже могу объяснить, но это более, так сказать, сложная перспектива. Здесь надо больше влезать в детали. А вот вопрос первый, что мы должны сделать, чтобы измениться. То есть какая наша должна быть рабочая программа по построению третьей ступеньки. Потому что на самом-то деле, конечно, смысл Израиля это не только неубежище, но даже и ненациональное возрождение. И то, и другое это инструмент. Смысл это новое божественное слово человечеству. На то это святая земля, на то мы избранный народ. Я же такое сказал? Конечно нет. Конечно нет. Христианам не нужно преобращаться в евреев. Мы с отнюдь не пытаемся сделать другие люди хилей евреями. Мы пытаемся, чтобы они дошли до уровня бнейнох. Совсем другая категория. Бнейнох. Я сейчас не могу над мной надеяться. Пытаюсь. В этой книжке этому посвящена целая отдельная глава. Эта книжка, вообще-то она называется «Израиль и человечество». А был новый этап развития. А собирался я назвать так. «Израиль и человечество и руководство пользователя бета-версия». Это на самом деле вопрос не в том, как нам доказать христианам что-нибудь. Это все давно прошедший этап. Там все эти споры христиологические, все это давно вообще пройдено. Это все тривиально. Интересно, что нового мы можем сказать миру. Не в смысле развития кибутов, что тоже, кстати, хорошо. Да? И не в смысле развития хай-тека, что у нас тоже на хорошем уровне, а что мы можем нового сказать в духовной области. От евреев ждут нового света в общении с Богом. И мы именно его должны выдать. Не на первом этапе, не на втором, но на третьем. Но когда он в третий этап будет встречать второй, мы будем иначе воспринимать государство Израиль. Итак, что же главное должно измениться в религии? Более-менее ровно об этом вот эта книжка. Поэтому я ее не могу вам всем предложить, только потому что мне остался его на один экземпляр. Поэтому вы там все запишитесь, кто хочет, и посчитайте, сколько его нужно привезти, и столько мы прям пришлем по почте. Они, в общем, в Бостоне уже есть. Вот. Теперь. В чем же состоит главный месседж? Значит, главная проблема была в том религии, что религия воспринималась как некая вещь отдельная от жизни. То есть, это как часть жизни. Вот и в жизни есть разные аспекты. В жизни есть то, как я питаюсь. В жизни есть то, как я занимаюсь спортом. В жизни есть то, как я соотношусь с государством. И в жизни есть то, во что я верю. То есть, религия – это одна из сторон жизни. И вот этот подход неправильный. Этот подход очень последовательно был проведен в христианстве, когда было сказано Богу Богову, Отецу Рюкесарева. Этот подход к Богу Богову, Отецу Рюкесарева, он является основой, основой западной цивилизации. То есть, религия не должна вмешиваться в экономику, политику, государственное строительство, там все такие вещи. То, что Кесарева, а потом туда и наука пошла, и все это Кесарева. И поскольку это Кесарева, то это не Богово. Теперь, конечно, здесь может быть крайнее толкование и более умеренное толкование. Но, в принципе, западное сознание современное – это постхристианская цивилизация, в которой все ценности христианства, и только от них снято слово христианство. Например, христианство концентрируется на том, что человек подобен Богу и божественность человека. Это называется в христианстве словом «обожение». Не обожествление, а обожение. Обожение – это то, что каждый человек должен дойти до уровня Иисуса. То есть, Иисус воспринимается как некий идеал и образец, к которому каждый человек должен дойти, то есть тоже стать Богом и человеком в некотором смысле. Вот эта установка, центральная христианство. Это термин «обожение» предусматривает, что с помощью Иисуса, с помощью того духовности, который дал нам Иисус, мы теперь можем дойти до того, что человек станет божественным. Но все ударение, это все очень правильно, кстати, все чистый иудаизм один к одному. Только здесь вместо Иисуса в иудаизме эту роль играет Адам. Конечно. Адам выполняет всю роль Иисуса. Конечно. И не случайно в христианстве Иисус называется второй Адам. Потому что Адам – это и есть оба соединения божественного и человеческого. Бог и человек в самом прямом смысле. Бог создал его по образу и подобию. Вот это и есть идея Бога человека. Мессия, в отличие от этого, в иудаизме – это еврейский царь, который доведет человечество до понимания этих вещей. То есть, Мессия – Бог и человек в том смысле, в котором я и вы. И не больше, и не меньше. Поэтому мессианский процесс – это процесс принесения человечеству божественного света просто через разные уровни. Был первый заход, был христианство. Мы передали человечеству некую, некую объем духовности. Мир его постепенно переварил. На сегодня мир его осознал. Окей, замечательно, большое спасибо, первый этап пройден. Мы пошли давать вторую порцию. Понятно. Теперь, с этой точки зрения, например, оба соединения божественного и человеческого – это Адам. Или, например, то, что Бог человека любит. Это чья идея? Христианство или иудаизм? Ну, конечно, иудаизм. То есть, все христианство – это просто иудаизм, все идеи иудаизма, завернутые в такой фантик, который понятен народом мира. Народом мира иудаизм напрямую дойти сложно. Слишком это абстрактно. Слишком это Бог неизображаемый. Нет образа, непонятно к чему стремиться, непонятно, как это реально ощутить, как это потрогать руками. И в этом смысле христианство – это некий этап передачи, ну, так как упрощенный. Но это необходимо, что поделаешь. Другие народы иначе не могут воспринять. Это нужно. Христианство в этом смысле исторически является абсолютно необходимым этапом. Поэтому мы должны к нему относиться положительно. Говоря большое спасибо за работу, которую он проводит по распространению наших идей. Только мы-то еще следующий этап уже готовим. Окей, вернемся, мы теперь... Итак, мы обсуждаем, что новому хотим сказать человечеству. Значит, прежде всего, христианское... А, я не... Почему я так говорю? Поскольку идеал – это индивидуум, то поэтому в современном западном мире права человека стали такими сильными. На самом деле идея прав человека – это постхристианская модель христианских ценностей. Поскольку человек богоподобен, личность – это индивидуум, это все, это самый центр, то поэтому у него есть права. А вот поскольку народ не занимает в христианстве никакой религиозной ценности, то поэтому понимание народов в западном мире абсолютно на чудовищно плохом уровне. Потому что христианство это не было осознанно. Но христианство с самого начала сказало – нет, эллина и иудея. То есть национальная перспектива не воспринимается духовно. Понятная идея? Для христианства существует только диалог индивидуума и Бога, но не народа и Бога, потому что народ не осознается как духовная личность. Как личность – это только человек, индивидуум. Понятно эта вещь, да? В Танахе есть два уровня диалога. Диалог индивидуальный и диалог общенациональный. В христианстве есть один уровень диалога – индивидуальный, общенационального нет. Они называют себя Израилем только в смысле переносном. Как все вместе, как бы Израиль. Ну, там, нового Израиля, что-то... Но это не национальный параметр. Потому что этот Израиль не может иметь государство, он не может быть личностью общенациональной. Народ является сущностью, когда он имеет государство. Когда он и осеян, он не может функционировать. Человек не может функционировать без тела. Если есть душа, но нет тела, то человек не функционабелен. И с Богом диалог вести полноценный не может. Так же народ, если он и осеян, и у него нет государства, то не может вести с Богом полноценный диалог. Опять-таки, подробное изложение. Это вот берете вот эту книжку, и все это подробно очень описано. Но, что же мы, наконец, собираемся сказать? Из-за того, что христианство сдвинулось в сторону индивидуума, из-за этого оно гораздо более широко распространилось. И это помогало ему продвигаться. Теперь, но главная проблема христианского сознания, например, то, что царство Бога не от мира. То есть, царство мое не от мира сего. Это фундаментальнейшая установка христианства, с которой оно пытается, протестатизм, немножко так бороться, ее же сдвинуть, но все равно оно фундаментально остается. То есть, этот мир и все его аспекты не рассматриваются как часть диалога Бога с человеком. Поэтому наука, искусство, экономика, социум, государство рассматривается все абсолютно только в индивидуальной, но не в общенациональной перспективе. Понятно это, да? И поэтому религия – это часть жизни. В то время как правильный подход состоит в том, что абсолютно все, что есть в нашей жизни, есть часть диалога с Богом. Высадился человек на Луну – это часть диалога с Богом. Открыл человек что-то новое – это часть диалога с Богом. С точки зрения христианства, высадка человека на Луну не может иметь никакой религиозной ценности. Фундаментально. Не только то, что Амстонг говорит, а то, что с Амстонгом на Луне или без Амстонга на Луне мир не меняется. Понятно. А для иудаизма – имеет. И это касается науки, культуры, социума, политики, искусства и всего. Но на самом деле самому иудаизму в этом направлении еще только предстоит по-настоящему развернуться. Потому что это все содержится в иудаизме Танаха, но не содержится в такой силе в иудаизме диаспоры. И это огромнейшая разница. Потому что это касается общенационального диалога. Теперь сегодня ситуация иная. То есть сегодня диаспора тоже влияема из Израиля. Сегодня из Израиля распространяется другой уровень божественного света, который все меняет. Потому что у нас шхина, то есть божественное присутствие, переехала в Израиль. И поэтому она становится летит оттуда. И даже для диаспоры. В этом смысле диаспора становится частью Израиля. А не центром. Но кроме всего этого, вот это осознание всей жизни как диалога с Богом, а что это значит? Это значит, что царство Бога становится в этом мире, а не в загробном мире. Это фундаментальнейшее изменение. То есть божественное царство состоит в реализации божественных принципов в нашей реальной жизни. На уровне не только индивидуума, но и народа, не только отношений меня с ближними, но и государства, и мира в целом, и науки, и искусства, и культуры, и все, вот все, все, все должно быть частью религии. Не то, что религия должна во все вмешиваться, а должна быть абсолютно органичной частью религии. Потому что наш высадка на Луну – это некое слово, которое мы говорим Богу. Осознать вот такой аспект – это совсем другой уровень религиозности. И, конечно, Израиль всего этого еще не достиг. Это само собой. Потому что у нас третья ступенька ракеты только еще планируется. Но в этой книге более-менее объясняется, как мы собираемся в этом направлении продвигаться. То есть, например, как мы осознаем, что такое сионизм, и зачем он нужен, и почему будет кто-то за, кто-то против, и как это должно развиваться. Как мы осознаем, как должно быть устроено государство с точки зрения религии, и как мы должны продвигать нынешнее государство Израиль с точки зрения религии. Не в смысле соблюдение субботы или кашу, это само собой, но это мелочи. Как мы его должны продвигать, как фундаментальную религиозную реализацию, это совсем не тривиально. Как мы должны, например, относиться к нерелигиозному еврейству? Является ли атеизм необходимой частью развития религии? Или атеизм это просто такое отхождение в сторону, где нужно просто вернуться обратно? Или наоборот? В чем, например, религиозная ценность нерелигиозного еврейства? Понятное осмотрение, да, такого масштаба? Или, например, что мы собираемся предложить человечеству? В смысле религиозной программы. Ну вот, например, давайте я вам на одной ноге скажу, на одной ноге, в чем религиозная ценность нерелигиозного еврейства? Спасибо. Спасибо.